МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что еще нужно сделать? Сезон охоты. В стране начался период активности клещей. Родители должны в первую очередь смотреть за детьми. Как не подцепить инфекцию? Доброе дело. Высадили аллею берозовую. Сотрудники Большины пришли на помощь Бобруйскому монастырю. Какой фронт работы? А также посевная кампания, отмена роуминга и новые цены. Март обнародовал тарифную тетрадь на этот год, что подорожает. История без будущего. Наркотики были и, к сожалению, остаются самой острой проблемой современного общества. Дурман губит не только судьбы взрослых, но и несовершеннолетних. Главный вопрос, как этому противостоять. С подробностями Максим Кембель. Меня Кирилл зовут. А что с тобой случилось, Кирилл? Я курнул чуть-чуть вообще. Смешно и весело, но это только на первый взгляд. Формула наркотического наслаждения губительна. Деньги, кайф, тюрьма, а зачастую смерть. История без будущего. Эту проблему нужно решать. Сообща. Бобруйск вновь стал дискуссионной площадкой. На повестке борьба с наркотиками. В конференц-зале представители различных ведомств. Образование, медицина, МВД. Без раскачиваний. Сразу к делу. Несовершеннолетние. И здесь эпидемия коронавируса сыграла свою отрицательную роль. У детей стало больше свободного времени. Родители заняты работой и другими делами. Чем живет их чадо, с кем общается. Зачастую этот вопрос остается без ответа. Поэтому мы сейчас перестраиваем вектор этой работы. Поэтому мы здесь. И мы услышали сегодня то, что действительно понимание есть. И работа в этом направлении велась. Но сейчас эта работа будет просто усилена и вестись более активно. Именно с родительским потенциалом. Переформатируют работу и в сфере образования на всех уровнях. От дошкольного до высшего. Распространение наркотиков – вещь прибыльная. Как раз на финансовую наживку и попадаются несовершеннолетние. И от такого улова страдают как дети, так и их родители. Если молодой человек как-то уже уходит с поля зрения образования, то как родитель он видит своих детей. И сейчас, когда время информационных технологий, когда молодежь уходит в интернет, эта работа меняется. И мы ищем новые формы работы. Именно для того, чтобы как можно больше круг людей вовлечь в эту профилактическую деятельность. Как известно, на войне все средства хороши. А борьба с наркотиками – это война. Поэтому задействованы все рычаги. Беседы на предприятиях, видеоролики, путовые радио, встречи правоохранителей с учащимися. Битва за разум людей вышла на новый уровень. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Минздрав Беларусь обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 1278 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 331 808 человек. В столице стартует массовая вакцинация против коронавируса. Прививать начнут теперь не только группы риска, но и те, кто записывался заранее через поликлиники. Антиковидные уколы будут делать российским спутником ВИИ и китайской вакциной. Прививочную кампанию в Минске планируют завершить до октября. Испытания энергосистемы, тарифная тетрадь и детская безопасность. В Беларуси продолжается акция ГАИ. На что сделан акцент? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Долгосрочный прогноз по изменению тарифов на услуги ЖКХ, транспортные перевозки и обучение на платной основе – все это теперь в открытом доступе. Март обнародовал так называемую тарифную тетрадь на этот год. Решения об изменении цен будут принимать с учетом экономической ситуации в стране и инфляции, а также на основе роста доходов людей. Понятный и доступный механизм тарифной политики – это требования президента. В стране начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий передачи с Литвой. Работы проводятся для проверки надежности нашей системы с учетом выхода в 2025-м стран Балтии из энергокольца Брелл, который объединяет Беларусь, Россию, Эстонию, Литву и Латвию. Программа испытаний – отключение и включение высоковольтных линий, оценка режимов работы, энергоузлов, наблюдение, как справляется система в различных условиях. Отмена роуминга между Москвой и Минском будет готова к концу этого года. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко. Необходимый пакет документов для подписания соглашения будет готов к 1 июля. Это станет еще одним шагом в экономической интеграции в рамках союзного государства. На 95% тема решена. Останется только ее узаконить. Третья часть площадей, отведенных под ранее, яровые зерновые, засеяна. В Лидерах – Брестская область. Там аграрии прошли три четверти площадей. Гродненский и Гомельский регионы приближаются к своему экватору. Параллельно работники сельского хозяйства готовят почву, подсев льна. Темпы, правда, отстают от уровня прошлой весны из-за погоды. В Беларуси продолжается акция ГАИ по предупреждению детского дорожного травматизма. Контроль усилен вблизи учебных заведений. Инспекторы следят за соблюдением скоростного режима и правил на нерегулируемых пешеходных переходах. Около 70% аварий с участием несовершеннолетних, как показывает практика, происходит по вине взрослых. Погодка не шепчет, а кишит. С плюсом на градусники просыпаются не только любители подворотов, но и клещи. В Бавруйске зафиксировано уже четыре случая, как не подхватить опасную инфекцию. Ответ у Карина Гуревич. Апрель – это не только долгожданные выезды на природу и ночные прогулки, но и повод быть осторожнее. Вместе с весной в Беларусь пришла и угроза клещей. Кажется, стабильное тепло еще не установилось, но с начала сезона охоты в Бавруйске зарегистрировано четыре обращения. Одно из них – с так называемой болезнью лайма. По прошлому году у нас 388 случаев, из них 289 детей. Поэтому дети – это самая уязвимая категория, которая в прошлом году чаще всего подвергалась укусам клещей. Поэтому родители должны в первую очередь смотреть за детьми. После прогулки специалисты советуют обязательно осмотреть чада, особенно волосы. Опасные насекомые предпочитают именно зону головы. Внимательными нужно быть и к своим домашним животным. Перед выходом из дома питомца нужно обработать специальным средством, а после обязательно осмотреть на наличие живности. Клещевой энцефалит и барелиоз – не просто сложные названия из учебника, а опасные инфекции. Именно их переносят паукообразные. Любители лесных прогулок – маленькие жучки могут поджидать где угодно. Клещи в основном концентрируются вдоль тропинок. Стоит избегать высокой травы и кустарников. Насекомое предпочитает лиственные леса, поэтому в хвойном будет безопаснее. При этом одежда должна быть максимально закрытая. Кстати, на светлом паучков проще заметить. И самое главное – пользоваться репеллентами и защитными средствами. Также необходимы самые взаимосмотры каждые 30 минут, час. Потому что в отличие от кровососущих комаров, мошек, клещ не сразу кусает. Он может около двух часов передвигаться по одежде. Если же вы все-таки подцепили паукообразного, то следует обратиться в травмпункт. Антибиотики, которые выпишет врач – необходимая профилактика. Инфекционисты отмечают – в стране стал все чаще встречаться более тяжелый тип клещевого энцефалита. Это маленькое насекомое несет большую опасность. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Чистый город. В Бобруйске продолжается подготовка к большому субботнику. На этот раз с помощью монастырю святых жен мироносец приехали представители первичной организации «Белой Руси». Сотрудники Белшина навели порядок на территории храма, убрали кирпичи и взялись за саженцы. Мы аккуратно вышли в свободное от работы времени, высадили аллею берозовую по указанию Матушки с благословения ее, и сейчас занимаемся уборкой данной территории. Еще коллектив женщин работает по внутренней уборке храма. Уже на протяжении нескольких лет организация трудится на всеобщее благо. Начало положил фундамент храма Александра Невского. Сейчас же «Белая Русь», свободная от работы время, готова предоставить свои силы всем нуждающимся. Весна и новая акция на квартиры в многофункциональном комплексе «Минск Волт». Только до середины апреля до минус 100 евро в эквиваленте с каждого квадратного метра при условии стопроцентной оплаты и внимания при покупке квартир в рассрочку. Выгодные акции и удобные финансовые инструменты, чтобы изменить жизнь к лучшему, как это работает в репортаже. «Минск Волт» – почему это новое качество жизни? О преимуществах домов многофункционального комплекса говорят его жители. Квартиру Елене Зильберглейд подарил сыну. Теперь я из старого жилья перееду в новую современную квартиру, светлую, красивый дом, красивые подъезды, окна в пол, лоджия и даже терраса открытая. Подобрать квартиру помогли менеджеры-застройщика. Решение было принято за один день. За один день оформлены все необходимые документы. Профессионалы в своем деле все могут посоветовать и подобрать такой вариант, как вот человеку вот подходит больше. Сейчас и только до 15 апреля крупнейшего в стране застройщика новое выгодное предложение. При стопроцентной оплате и при оплате квартиру в беспроцентную рассрочку скидки до 100 евро в эквиваленте с каждого квадратного метра. Например, с квартиры площадью 40 квадратных метров это в эквиваленте 4000 евро. Надежда Дедюля вместе с сестрой купили две квартиры в доме Сальца, квартала «Мировые танцы». Свободная планировка – это, конечно, большой плюс, потому что каждый человек может под себя подстроить ту или иную жилплощадь. Отмечают и преимущества района. Впечатляет вообще все. И сады, и парковки. Это вообще на сегодняшний день парковка – это просто такая мечта. А еще в Минске очень хорошо, что первые этажи – это коммерческие помещения, магазины, аптеки. Можно даже спуститься за первой необходимостью в магазин просто в тапочках. Рядом находится и ЖД-вокзал, и автобусный парк, и метро близко. Комплекс для комфортной жизни. Всего здесь построят 8 школ и 12 детских садов. Комплекс состоит из квартала в каждом – или школа, или сад. Первые этажи – коммерческие помещения, выгодные инвестиции или возможность вести бизнес самому. Жемчужиной комплекса будет Международный финансовый центр. Это 10 тысяч новых рабочих мест и инвестиции с Востока и Запада. Позиция застройщика – у каждой семьи со стабильным доходом должна быть собственная квартира. В этом проявляется клиентоориентированность застройщика, разрабатывающего финансовые инструменты для покупателей. Это и рассрочка на срок более 8 лет и существенные скидки, как сейчас – до минус 100 евро в эквиваленте. Есть и варианты для тех, кто выберет кредит на срок с 20 лет и от 10,99% годовых. Не время мечтать, время покупать. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!